Современную реальность будто пишет сценарист для очередного голливудского шедевра. Европейская антиутопия, где есть даже наметки на стену, делящую Евразию на Запад и Восток. А у стены две злобные вахтерши, Литва и Польша. Вот здесь хотят решать, кому в европейскую калитку пройти, а кому из нее выйти. Польша закрыла один из погранпунктов на границе с Белоруссией. Бобровники с белорусской стороны берестовится. Сделано это в интересах некой государственной безопасности. Какая такая угроза вдруг внезапно возникла у тех, кто выстроил кордон безопасности в 370 миллионов долларов, не уточняется. Зато в полной мере сюрпризы польской демократии ощутили на себе те, кто, не подозревая, решил проследовать в нашу страну. По гранпунктам согнали силовиков. Вопрос же безопасности. Не пустят. Дорога в объезд, крюк, лишние сотни другую километров. А значит, дополнительные литры бензина. Польские перевозчики в шоке, в шоке и простые поляки. Если он границы закрывает сегодня, то он психически больной. Но кого волнуют проблемы рядового пана, когда ставки идут вверх? Это для местных жителей большая проблема. Они принимают с большим недовольствием вот такие решения. Но с другой стороны, надо посмотреть, что накручивается вот эта военная обстановка в Польше. И эти недовольствия подавляются вот этой военной историей. И очень трудно сейчас выразить свое недовольствие, потому что в такое время законы даже в Польше и в других демократических странах как-то не до конца работают. Вот уже год польские, литовские и латышские чиновники отчаянно пытаются запретить своим гражданам ездить в Беларусь. Решение президента Александра Лукашенко о безвизе открыло для наших соседей привлекательность трассы на Беларусь. Особенно по мере роста цен в евросоюзовских магазинах и на заправках. Поляки, литовцы и латыши ездили в Беларусь на закупки к родственникам, а это не соответствовало интересам чиновников по ту сторону. В конце концов, как так последняя диктатура Европы и протягивает руку помощи гражданам, живущим в демократических Польше и Прибалтике. В Беларуси где-то 2-3 раза дешевле, чем у нас. Много вкусных продуктов. Чипсы, пастила, сахар вкусный, слаще, чем литовский. То есть 2 ложечки белорусского равны 3 ложечки литовского сахара. Пугали КГБ и прочими ужасами. Заставляли некие бумаги подписывать на границы. Бестолку. Ездили и все еще ездят в диктатуру за условной бульбой. Поляков обложили пошлинами, въездными сборами, лимитами на ввозимые товары. Бестолку. Все равно ездили и едут. Непорядок. А тем временем на фоне невероятного увеличения оборонных расходов, аж до 4% ВВП, безопасности ради. Польское население нищает. Более того, статистика говорит, воровать в продуктовых магазинах стали чаще, на 30%. Рост числа краш не является неожиданностью. На самом деле трудно сдерживать людей, которые воруют из-за бедности или голода. Полякам все труднее сводить концы с концами из-за инфляции, которая достигла в настоящее время почти 18%. Удовлетворить даже свои базовые потребности себе может позволить теперь не каждый житель Польши. Мы чувствуем, что цены определенно стали выше. Теперь нужно выбирать между тратой денег на себя, например, на какое-то развлечение и основными продуктами. В прогнозах МВФ по инфляции на 2023 год Польша заняла последнее место среди всех европейских стран. Ожидается, что уровень инфляции достигнет 14,3%. Рядом с ней расположились государства с голодающим населением, такие как Малави и Йемен. Так что логику искать в решении закрыть погранпереходы не надо. Безопасности ради. Впрочем, за эту демократию, в том числе и полякам, стоит благодарить БЧБ-приживалок. Вот уж пригрели, как говорится, на груди. Вот этот субъект блокировал трассы, требовал санкции, обивал пороги разных польских кабинетов, закройте, мол, границу на злой режиму и поперек тем белорусам, кто, наевшись бесконечных обещаний, пакует чемоданы из евродемократии обратно в Беларусь. Если пойдет полное закрытие границы, я понимаю о всех последствиях, связанных для нас, белорусов, в связи с ограничениями по выезду за пределы Беларуси в Европейский Союз, но мы говорим о краткосрочных, жестких, принципиальных санкциях и действиях. Весьма демократично и свободно мешая сыну из условного Белостока видеть мать, живущую в Гродно. Что же Пал Палыч не лег поперек границы, когда его вывозили в ДИП-авто? Ну или иных дорожных террористов, выезжающих на прикорку, например, в Литву. Без этого грозного европейского карлика не обходится ни один маломальский евросабантуй. Литовские меры вообще напоминают схему, как ухитриться и наступить себе самому сапогом на горло. Кстати, вполне удачно. Значимость, знаете ли, надо повышать. Вслед за Польшей Литва закрыла погранпереход Стасилай для грузовых поездов. Угадайте причину. Ради национальной безопасности. А следом в одностороннем порядке объявила о прекращении взаимодействия с белорусскими таможенными и пограничными службами по пропуску транспорта через границу. Здесь вообще без объяснения причин. Действия Литвы, безусловно, являются продолжением ее и антибелорусской, и антироссийской политики. Риск закрытия Литвой всех границ и всякого межграничного сообщения с Россией и Белоруссией есть, и он действительно велик. Но для того, чтобы решиться на это действие, у Литвы необходимо согласование с внешними управляющими центрами. Литва — это независимая, несуверенная страна. Соответственно, если Запад и в первую очередь Соединенные Штаты решат повысить уровень напряжения в Восточной Европе, вынести эскалацию за пределы Украины, распространить ее на Балтийский регион, на Северо-Запад, то со стороны Литвы, равно как и со стороны Польши, можно ожидать любых провокаций. И то, что Литва и Польша провоцируют, причем нарушая права тысяч граждан не только Беларуси, но и своих, сомнений нет. Ответ последует. Сначала мягкий, не поймут. Об этом в интервью зарубежным и белорусским журналистам заявил президент Александр Лукашенко. Вы видите, как ведет себя Польша, как ведет себя Литва. Пока с экономической точки зрения они постоянно провоцируют, перенося ответственность на Беларусь, на меня. Вот они закрыли пункты пропуска. Это что такое? Это экономическая провокация. Значит, торговли нет. Значит, нет экономики. И вот постепенно, постепенно они эти провокации устраивают. До поры до времени. Вот сейчас мы думаем о том, приняли решение, как на это ответить. Ответим мягко сначала. Не поймут усилим. У нас тоже достаточно для этого рычага. И ответ последовал. Отныне польские грузовики смогут въезжать на территорию Беларуси и покидать ее только через белорусско-польский участок границы. Въехать в Беларусь или выехать обратно в Польшу через, например, Литву будет нельзя. Так что думайте, меры мягкие. Ведь в первую очередь страдают обычные люди. У нас это понимают. А в Польше? Пять столетий. Где-то около того вся мировая история экономика творилась в Европе. А в веке 21-м выяснилось, абсолютно ничего не зависит от той Европы. Погоду пишут в США. Нет у нее права голоса, но есть право подчиняться, пусть и пощипанному, но американскому стервятнику. Екатерина Тихомирова, Виталий Соплица в главном эфире.